Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Агабешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Алгоритм определен. Как избежать сноса самостроя в Амеретинке? Покупатели квартир в проблемных домах встретились с главой Сочи. Штрафы за грязь и мусор. Сколько заплатят сочинцы и управляющие компании, превратившие свои дворы в свалки? Условия переселенцев улучшат, но только в том случае, если это разрешает закон. В Сочи обсудили реализацию программы переселения из ветхого аварийного жилья. До конца года новоселье отметят более 60 семей. 307 яхт одновременно в сочинской акватории. Сегодня в Сочи стартовали сразу три парусных регаты. Больше 36,5 миллионов квадратных метров жилья введут на Кубань за 6 лет. Такие показатели необходимо достичь в рамках регионального проекта. Сегодня на селекторном совещании, которое провел заместитель председателя правительства Виталий Мутко, обсуждали реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда». На связь с вице-премьером вышел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Регион – один из лидеров по объему ввода жилья в Россию. Одновременно с этим, как отметил вице-премьер, необходимо повышать доступность ипотеки для населения страны. Одна из главных целей – это, конечно, обеспечение не менее 5 миллионов наших семей жильем. Она складывается будет из разных факторов. Мы хотели бы сегодня с вами обсудить эту проблему. Надо отметить, что это показатель, который мы совместно с вами должны решать. Он стоит, скажем, не только перед губернаторами, но и под федеральными властями. Это общая наша задача, по которой мы должны вместе очень эффективно, совместно отработать. Говорили также и о переходе с июля на проектное финансирование жилищного строительства. Это позволит отказаться от привлечения денег граждан для возведения домов и использовать только банковские средства. Виталий Мутко затронул тему расселения людей из аварийного фонда. На Кубани до конца 2024 года новые квадратные метры должны предоставить почти 2,5 тысячам человек. На эти цели направят свыше 2,5 миллиардов рублей. Вопрос расселения сегодня подняли и в Сочи. Глава города Анатолий Пахомов встретился с жителями домов, которые признаны аварийными и подлежащими сносу. Всем им по 185-му федеральному закону администрация города предоставляет новое жилье. В конце прошлого года в новостройку на Вишневой начали переселять жильцов из ветхого аварийного жилья. На сегодня уже более половины переселенцев поменяли старые квадратные метры на новые. Это жители домов с улиц Воровского, перелетная, политехническая, видовая. Но у некоторых переселенцев возникают вопросы, их они и задали на встрече с главой города Анатолием Пахомовым. Люди хотели бы получить квартиры по количеству прописанных в старом жилье, а не по квадратуре. Но именно 185-й закон, по которому переселяют из аварийных домов, этого не предусматривает. Жилье дается по принципу метр на метр. То есть, если семья прописана в 30-метровой комнате, то и рассчитывать стоит именно на 30 метров. Однако мэр объясняет, если закон разрешает где-то улучшить условия переселенцев, они будут улучшены. Иногда люди получают и больший метраж просто потому, что в новых домах маленькие комнаты не предусмотрены. Фонд предусматривает деньги. Но фонд, он же и потребует от нас законности. Потому что это деньги государственные. А администрация города, она заинтересована в том, чтобы вам дать получше условия. Они нам предоставляют деньги. Если такая законность будет, мы с удовольствием вам это сделаем. Программа переселения из ветхого аварийного жилья финансируется за счет федеральных средств. И по ней выделяется из фонда 45 тысяч рублей за квадратный метр нового жилья. В Сочи средняя стоимость 100 тысяч. Поэтому властям Сочи приходится договариваться с застройщиками, чтобы те возводили дома исключительно для переселенцев. А потом и тщательно следить за ходом строительства. Замечаний к качеству помещений нет. Комиссионно, с учетом жилинспекции, пожарных инспекций и всех, которые входят в состав по приемке, все помещения были обследованы. Также стройнадзором администрации края все это было проверено. То есть замечаний к техническим характеристикам предоставляемых помещений сегодня нет. В этом году работа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья продолжится. До конца года новое жилье получит более 60 семей. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Самострои в Амеретинке избегут сноса, если уберут лишние этажи. Такая договоренность была достигнута на встрече рабочих групп с главой города. Мэр Сочи Анатолий Пахомов с покупателями жилья в проблемных домах определил алгоритм, который позволит отдельным самостроям в Амеретинке избежать сноса. Для этого власти должны получить подтверждение их сейсма и пожаробезопасности, а также наличие необходимых и законно оформленных коммунальных мощностей. И главное требование – застройщики должны хотя бы в части этажности привести дома в соответствии с постановлением правительства об особо ценных территориях, куда входит вся Амеретинская низменность. Если все эти условия будут выполнены, администрация города в согласии с соответствующей краевой комиссией готова подписать мировое соглашение по домам на улицах Перелетная и Фигурная. Демонтаж верхнего этажа сейчас может быть решающим моментом. Может быть, да. На сегодняшний день. Да. Как отметила Анатолий Пахомов, это абсолютно законный алгоритм действий, если учесть, что судебные разбирательства по этим домам пока не завершены во всех инстанциях. При этом Марсучи подчеркнул, что мировое соглашение может быть подписано только после того, как застройщики снесут лишние этажи. На Перелетный застройщику придется снести один этаж, на фигурные два. Мы должны сейчас обдумать, что делать с этими собственниками, которые там находятся. То есть их же нужно как-то решить с ними вопрос. Сейчас эта задача перед нами стоит. То есть если три этажа останутся, то четвертый этаж нужно каким-то образом. Либо застройщика обязать приобрести для них жилье в других домах и переселить их там равноценное, да, чтобы… Либо застройщик им возвращает денежные средства с процентами. Гораздо сложнее ситуация с самостроем, возведенным застройщиком в поселке Мирный. Здесь администрация подала иск в суд еще на стадии фундамента, когда стало ясно, что застройщик возводит явно не ИЖС, разрешение на которое ему выдавалось, а многоквартирный жилой дом. Пока шли судебные разбирательства, застройщик продолжал строительство, в итоге возвел 48-квартирный дом. Решение о его сносе уже утверждено судами всех инстанций, поэтому о мировом соглашении речи идти не может. Впрочем, застройщик успел продать всего три квартиры, и теперь ему предложено возместить покупателям убытки. Иначе они вправе обратиться в правоохранительные органы и будут признаны потерпевшими от мошеннических действий. В таком случае застройщик попадет под уголовное преследование. Мы с застройщиком не будем заключать никаких мировых соглашений, закон этого не позволяет. Он виновен, никто его не снимал с вины. Есть указ президента о создании особо ценных территорий. Он его не выполнил. О том, что здесь можно строить только ИЖС, он знал. Более того, он получал разрешение на строительство индивидуального жилого дома. К слову, подобные рабочие встречи с обманутыми покупателями жилья в проблемных домах администрация города пробудет ежедневно. Елена Овсецинова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Жители завокзального микрорайона Сочи заплатят штрафы за грязь и мусор. Свои дворы нерадивые сочинцы и управляющие компании превратили в свалку. Сегодня по неприглядным улочкам прогулялся глава города Анатолий Пахомов. Подробности у Ольги Десятовой. Микрорайон Завокзальный – самый центр Сочи. Возле мемориала чистота и порядок. Но стоит спуститься в прилегающий к нему переулок – город совсем не узнать. Именно такой маршрут для очередного обхода улиц Сочи сегодня выбрал Анатолий Пахомов. Глава города дал поручение разобраться с законностью каждого покосившегося сарая и гаража. Таких в завокзальном районе оказалось немало. Заинтересовала мэра и вот эта стройка. А по паспорту – это индивидуальный жилой дом. Анатолий Пахомов поручил проверить, не вышел ли застройщик за рамки проекта. Ну а что больше всего возмутило мэра – это санитарное состояние дворов частных и многоквартирных домов. Кругом грязь и мусор. Микрорайон Завокзальный, он ведь к Олимпийским играм был приведен в порядок. Но его приводили в санитарный порядок тогда чиновники и краевой администрации, и чиновники городской администрации. Но этого мы больше делать не будем, потому что есть правила благоустройства и правила санитарного содержания, которые позволяют нам и обязывают даже нас наказывать тех жильцов, наказывать управляющие компании, которые доводят до такого состояния. Если жители этих маленьких домов, больших домов завокзального микрорайона безразличны к своему здоровью, то мы должны понять другое, что нам не безразлично здоровье других жителей города и не безразлично вообще состояние города. А они нам могут все то, что мы достигли, все это дело в один момент просто-напросто свести к нулю. Мы этого допустить не можем. Гниющие бытовые отходы во дворах – это рассадник инфекции. А вот такой хлам, доски, обрезь деревьев могут стать причиной пожаров, который из-за плотной застройки нанесет ущерб не только хозяевам мусорных куч, а всем вокруг. Гражданам, которые допускают нарушение правил благоустройства, будут выданы предписания. В случае неисполнения этих предписаний администрация обращается в суды с понуждением граждан к выполнению мероприятий по наведению санитарного порядка на своих территориях, а также на территориях многоквартирных жилых домов, где они проживают. Собственникам частных домов, а также управляющим компаниям, которые получают деньги за свои услуги, но не наводят порядок, а превращают город в свалку, грозят штрафы – от 1 до 50 тысяч рублей. Впрочем, по итогам обхода будут не только выписаны протоколы и наложены штрафы. Я накажу, очень сильно накажу заместителя главы администрации центрального района, который ответственен за этот микрорайон, и потребую от него в течение месяца привести это все к надежному санитарному состоянию. Анатолий Пахомов напомнил, что в городе объявлен месячник по благоустройству. Это отличный шанс для всех сочинцев привести в порядок свои дворы. В рамках субботника, заранее собранный жителями мусор, администрация города обещает вывести бесплатно. Так что дело остается только за самими сочинцами. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Реализацию приоритетных региональных проектов сегодня обсудили на совещании у губернатора Краснодарского края. Вениамин Кондратьев лично контролирует выполнение поставленных задач. На трех встречах, которые проходили в режиме нон-стоп, говорили о строительстве школ для одаренных детей в Сочи и Краснодаре, создании районных центров единоборства и военно-патриотического парка «Патриот». Глава региона потребовал не выбиваться из графиков работ. Например, реализация школы для одаренных детей в Сочи уже идет с опережением. По каждому проекту подготовлены дорожные карты. Всех призываю здесь быть максимально собранными, сконцентрированными вокруг достижения задачи региональных проектов, которые мы сегодня с вами обсуждаем. Мы объявили мощных, социально значимых проектов для жителей края. Мы должны их реализовать. Не просто заявить, а открыть. Поэтому нюансы связаны с тем, что опять где-то что-то, кто-то кому-то мешает, либо эти моменты, эти нюансы должны быть в рабочем порядке и устраняться. Более детально обсудили создание системы центров единоборств. До 2023 года в каждом районе края должны открыться комплексы для занятий боевыми искусствами. Там в том числе станут обучать самбо. Планируется, что ежегодно будут строить по 10 таких центров. Проектирование первых залов начнется уже в этом году. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 26 марта в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6. Днем 10, 12 градусов выше нуля. Весенние образы от французской фирмы «Эвелин Болеро». Модные наряды на новый сезон. Магазин «Дамский каприз», торговая галерея напротив агропрома. Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы «Эвелин Болеро» в магазине «Дамский каприз». Торговая галерея напротив агропрома. Представители блока строительства и ЖКХ от администрации Сочи станут постоянными участниками заседаний Совета по вопросам социальной поддержки многодетных семей. Вместе предстоит решать вопросы, связанные с развитием инфраструктуры на земельных участках, которые предоставлены многодетным семьям в Вардане и Кудепсте. Заседание Совета проходит ежеквартально. На нем обсуждаются вопросы формирования земель, которые предоставляют многодетным семьям в соответствии с федеральным и краевым законодательством. На учете сегодня состоит 3800 человек. Участки получили 222 из них. За прошедшие три года 146 земельных участков было предоставлено в поселке Кудепста, еще 76 в Лазаревском районе. Однако строить дома на этих землях трудно ввиду отсутствия инфраструктуры, дорог и коммуникаций. Сейчас местные власти активно решают этот вопрос. Так, в Вардане подготовлена проектно-сметная документация на 2 миллиарда рублей. Направлен запрос на вхождение в краевую программу на софинансирование на этот год. В городском бюджете предусмотрены средства на отсыпку дороги. По Кудепсте заключен договор комплексного развития с инвестором. В следующем году он приступит к строительству дороги, к участкам моста и энергоснабжения. В Сочи также определены еще четыре земельных участка. Они находятся на этапе внесения в кадастр. Один из них в поселке Верхнениколаевское. Дано поручение отсыпать там дорогу. Параллельно идут работы по проектированию электроснабжения. Документы уже на госэкспертизе. Есть договоренность о вхождении в краевую программу финансирования. Вопросов такого дополнительного социального обеспечения как раз намного меньше. Здесь у нас все отработано. И единственное, что мы сейчас делаем, это мы разместим одну общую сводную информацию о льготах. В том числе и на сайте нашей администрации, и в наших социальных сетях. А вот вопрос с формированием и выделением, и осуществлением доступной среды там, вот в этих вот земельных участках для многодетных, в двух местах нашего города, в Ардане и Кудевс, это мы берем сейчас на строгий контроль и будем отслеживать, мониторировать и интенсифицировать этот процесс. Как будет работать курорт Сочи в активный летний сезон? Об этом сегодня шла речь на совещании с руководителями здравницы и отелей. Его провел депутат Государственной Думы Дмитрий Ламейкин, член комитета по контролю. В прошлом году в стране было собрано 325 миллионов рублей. Это средства курортного сбора. В нашем крае 115 миллионов рублей, из них 60 миллионов от Сочи. Эти деньги пойдут на благоустройство города. Сегодня уже обязательно ежегодно видеть улучшение и развитие. И в этом плане, наверное, Сочи стоит не просто впереди всех муниципалитетов края, но объективно, наверное, по ряду причин во главе вот этого процесса в целом в стране. Введение курортного сбора в прошлом году называли экспериментом. Теперь это будет системой, поскольку есть результат, который необходимо закрепить. Например, его брали только наличными. Теперь все гостиницы и отели будут взимать курортный сбор безналичным способом, что гораздо удобнее для гостей курорта. А вот хостелы, приносящие неплохой доход владельцам, вряд ли будут работать, как в прошлом летом. Сейчас в Совете Федерации эта тема обсуждается очень остро. Собственник индивидуального жилья строения переделывает свою квартиру под сдачу в наем и называет ее хостелом. Получает соответствующую классификацию и занимается этим бизнесом. Сейчас поднимают вопрос о том, что если у тебя это гостиница или средства размещения, то ты должен перевести вид разрешенного использования своего объекта недвижимости из жилого в нежилое. А это уже совсем другие требования. Например, в гостинице должно быть как минимум два выхода из помещения. В жилом доме или большой квартире выход только один. Второй вопрос, который активно обсуждался на совещании – классификация гостиниц и средств размещения. Проверка перед присвоением звезд будет проводиться самым тщательным образом. Тема эта будет усиляться, потому что понятно, что город Сочи весь классифицирован. Все объекты размещения у нас получили эту классификацию, но теперь вводят параметры, касаемые, во-первых, позже надзора, потому что прецеденты по стране были, и они ни в коем случае не должны повторяться. И вторая тема, конечно, санэпидконтроль. Тоже важная история, потому что если человек приехал в любой курорт Российской Федерации, он не должен подвергаться риску, особенно детям. Одним словом, курортная отрасль сейчас на финишной прямой. Гастей, как всегда, в Сочи в активный сезон принимает много, и подготовиться к их приезду необходимо тщательно. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Военнослужащие Южного военного округа провели боевые стрельбы в горах на Черноморском побережье Абхазии. Личный состав российской военной базы Южного военного округа на полигонах Цабал и Нагвалоу провел активную фазу двустороннего батальонного тактического учения с боевой стрельбой. Военнослужащие выполнили боевые стрельбы из ручных противотанковых и автоматических гранатометов, а также из бронетранспортеров и артиллерийских гаубиц. Огонь осуществлялся по наземным и воздушным целям, имитирующим пехоту и вертолеты противника. В общей сложности военнослужащие поразили около 1 тысячи мишеней, израсходовав до 25 тысяч боеприпасов, в том числе свыше 50 артиллерийских снарядов. Также в условиях морского побережья и горно-лесистой местности мотострелки с разведчиками, артиллеристами и зенитчиками отработали вопросы по ведению оборонительных и наступательных действий. В соответствии с требованием командующего войсками Южного военного округа, батальоны и тактические группы действовали друг против друга во взаимодействии с армейской авиацией и флотом. Целью занятия стоялось это обучение личного состава, выполнение учебно-боевых, учебно-специальных задач. Данным учением было привлечено свыше полутора тысяч человек и 400 единиц боевой техники. Автор музыки – гимн на краевой столице. Дважды герой труда Кубани, худрук кубанского казачьего хора Виктор Захарченко отметил свой день рождения. Маэстро исполнился 81 год. Поздравить его пришли губернатор Мениамин Кондратьев и спикер краевого парламента Юрий Бурлачко. С днём рождения. Я уверен, что вы и ваш талант еще долгие-долгие десятилетия будут жить в Кубани, России и всему миру. Будете радовать нас своим творчеством. Ваш колодец не истекает. Я уверен, что мы еще многие-многие великие ваши произведения услышим, увидим. С разником с днём рождения. Спасибо. По традиции свой день рождения Виктор Захарченко отметил концертом. Маэстро лично дирижировал прославленным коллективом кубанского казачьего хора. Артисты исполнили народные песни и новые композиции, написанные своим бессменным худруком. Как обычно это бывает на выступлениях кубанского казачьего хора, в зале не было свободных мест. И это лучшее признание таланта Виктора Захарченко. За выступлением наблюдал и глава региона Вениамин Кондратьев. Под руководством Захарченко коллектив обрел популярность во всем мире. Сложно и переоценить вклад маэстро в сохранение духовного наследия русского казачества и его традиции. На этой неделе кубанский казачий хор даст концерт в Москве. 307 яхт украсили Черное море. Сочи принимает сразу три парусных регаты. Сегодня в акватории Югспорта стартовали вторые этапы Кубка России в олимпийских классах яхты в классе Финн. А также всероссийские соревнования по парусному спорту. Сочинская регата. Подробности у Татьяны Говорковой. Сегодня первый гоночный день во всех трех регатах. И погода для успешного старта оказалась благоприятной. На воду вышли 307 яхт. Это около 400 спортсменов из разных регионов страны. Пока первые номера национальной сборной бьются за перспективу участвовать в Олимпиаде в гонке на Пальма-де-Майорке, вторые номера бороздят просторы Черного моря на втором этапе Кубка России в олимпийских классах яхт. Вместе с ними тяжелые финны и участники всероссийских соревнований по парусному спорту «Сочинская регата». Участников очень много. Такого давно у нас не было. Причина такого количества участников – это отбор на Спартакеаду учащихся летом. И, безусловно, отбор в молодежную сборную команды страны. В класс «Лазер-4,7», класс «Лазер-Радиал». На финал летней Спартакеады учащихся, которая пройдет в Челябинске, попадут в сильнейшие юные яхтсмены. Те, кто постарше, по результатам регаты пройдет отбор в молодежную сборную команду России по парусному спорту. Яхтсмен из Тольятти Семен Забелин занял третье место на прошлом этапе Кубка России. На этот раз к победе не стремится. Ему нужен опыт. Недавно он сменил класс из «Лазера», пересел на «Накру». На эту регату стоит задача больше набраться опыта, чем занять какие-то места. После «Лазера» непривычно, потому что скорость намного больше и управляется совершенно по-другому. Погода замечательная, соперники отличные, опытные. Последний гоночный день всех трех парусных регат состоится 29 марта. Тогда же станет известно, кто из яхтсменов примет участие в третьем финале Кубка России в Олимпийских яхтах. Он пройдет в апреле. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте «ФКТ.ком». Смотрите нас также в телепакетах «Билайн» на 76-й кнопке и в социальных сетях в группах «Новости Сочи-ФКТ». В «Фейсбуке», «Инстаграме», «Одноклассниках», «Телеграме» и в сообществе «ВКонтакте». В студии была Инга Агабеши. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей, студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти», макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...